Очередной китаец дрожащий или право имеет? Примерно подобные мысли проносятся у меня в голове, когда я беру в руки еще один смартфон на манер вива, опа и знаете почему? Да потому что уж слишком они непредсказуемы. И тут мне наконец-то приехал X50 Pro, который так понравился многим техно-сми, а некоторые остались крайне недовольны вообще всем в нем и особенно стоимостью. Так а где правда? Вот во всем сейчас и разберемся. Я очень хочу сберечь ваше время, так как вы уже наверняка смотрели не один ролик об этом смартфоне, где его хвалили, но толком ничего не показывали, ведь сэмплы и бла-бла-бла. Да и про саму компанию, ее позиционирование тоже наверняка в курсе. Так что давайте исключительно по фактам с минимумом воды. Если посмотреть на рынок смартфонов, то все, что имеет крутую камеру, железо или еще какие-то подобные фишки, просто огромное. Серьезно, просто обратите на это внимание. Кто-то связывает это с тем, что благодаря большому корпусу нам предлагают больше, больше, больше камер, но гадать мы с вами не будем. Все дело в том, что X50 Pro чуть ли не единственный смартфон, который и выглядит роскошно, и при этом относительно компактный. Да, мои слова можно подать сомнению, ведь вес в 181 грамм сложно назвать маленьким, но правильная компоновка элементов корпуса внутри, их развесовка и великолепная работа с гранями нивелирует такое большое число. Так что да, я смело могу назвать его компактным. Но не только, не только в компактности дело. Дело еще и в том, как лежит в руках и как при этом выглядит. Оделка заднего стекла, гутес дойч из глаз, просто нечто. Серьезно, казалось бы, один единственный серый цвет насмотрится просто великолепно и индивидуально. Блок камер хоть и может показаться великоватым, но в сравнении с другими современными флагманами, которые далеко не всегда имеют такие же крутые камеры, очень даже ничего. Так что за дизайн оценка от меня однозначно 10 из 10. Моего почтения также достоин и дисплей. 6,56 дюйма, AMOLED с разрешением 2376 на 1080, поддержка HDR10+, и частота обновления 90 Гц. Ровно такой же набор мы видели и у не-про версии этого смартфона, и уже там я был в восторге от того, что наконец-то AMOLED можно хвалить во всех аспектах, а не только в сочности и звонкости. Ура, свершилось! Из дополнительной фичи нужно отметить 180 Гц отклик сенсора, что вместе с высокой частотой обновления и оптимизированная графическая оболочка дают очень приятные ощущения от использования смартфона на протяжении целого дня. Яркости здесь тоже за глаза до 1300 нит. В среднем она равна примерно 500, если не активировать автоматическую регулировку. А значит никакое летнее знойное солнышко не будет мешать наслаждаться любым контентом. Но есть здесь и одно но. В отличие от не-прошки, здесь дисплей изогнутый. Как и на любой изогнутой панели, в месте изгиба цвета могут слегка инвертироваться, а яркость может быть неравномерной. Но это как бы проблема абсолютно всех кёрвит экранов. Ложных нажатий у меня за время использования не было, но у меня их вообще практически никогда и нигде не было, кроме Mate 30. Самый щепетильный вопрос в этом смартфоне – железо. Многих, скорее всего, очень сильно удивит тот факт, что в смартфоне с ценником 900 долларов установлен не какой-либо Qualcomm Snapdragon 800 серии. Здесь 765, да. И да, я разделяю ваши чувства и нахожусь ровно в таком же недоумении. С одной стороны. Но давайте посмотрим с другой. Почувствуете ли вы разницу между 865 и 765 в обычном ежедневном использовании в соцсетях и интернете? Нет. Почувствуете ли вы её в играх на высоких настройках? Тоже нет. А почувствуете ли вы разницу в нагреве и расходе батареи? Да. А в стоимости? Тоже да. Я практически в каждом обзоре говорю о том, что последний флагманский чип очень горяч и прожорлив. Это факт. Плюс к этому. Вы знаете компактные смартфоны на 865? Я тоже нет. А дело всё в модеме 5G, который имеет довольно большие размеры. А вот в 765 5G тоже есть, но немного попроще, тем самым и поменьше. Понятно, что если сравнивать циферки в Geekbench или Antutu напрямую с холодного однократного старта, разница очень большая. А вот если сравнить результаты часового стресс-теста процессора, производительность их не сильно и отличается. Ведь практически все смартфоны на 865 теряют 20% производительности под длительной нагрузкой. Тем самым превращаясь в практически 765. Это как с i5 и i7 в геймерских ноутбуках. i7 вроде мощнее, но в некоторых случаях после 20 минут игры показывает себя хуже, чем i5, у которого всё стабильно. Так что с одной стороны я возмущён, а с другой да нет практически этой разницы. Ну а как вы считаете, вот вам голосовалочка, поставьте своё мнение. Но если с процессором история ясна и в принципе не очень критична, то вот с памятью не всё так просто. И нет, дело не в объёме. 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти достаточно абсолютно для всего. Но как и у младшего собрата она не самого свежего формата. LPDDR4X и UFS 2.1 соответственно. И вот уже если сравнивать показатели памяти в бенчмарках, то разница действительно есть. Если такую память в младшей 50-ке я мог просить, то в смартфоне за 900 долларов нет. Как я и сказал ранее, большую часть впечатлений об этом смартфоне составляет плавность дисплея, красивые анимации системы и нормальная оптимизация. Хотя если уже говорить об играх, то в них тоже всё хорошо. Понятно, что при часовых забегах на максимальных настройках графики не исключены проседания и прочие неприятные вещи. Но в среднем за пару гонок, каток, раундов всё стабильно и приятно. Для игр, кстати, здесь есть несколько прикольных фич на манер 4D вибрации при нажатии на определённой кнопки, которая нафиг никому не нужна, и высветление тёмных участков, как в современных геймерских мониторах. Это если вы в какой-нибудь условный PUBG Mobile играете, а ваши противники старательно крысят по тёмным уголкам с дробовиком в руках. Ну и самая главная киллер фичи смартфона является камера. Про то, что камера у X50 нереально хороша и мне безумно нравится, я говорил и в обзоре младшей модели, но здесь весь набор стал ещё круче и не обошлось без уникальных технологий. Как же это виво и без выпендрёжничества. Вот это вот огромное око Саурона – основной модуль камеры. На бумаге ничем не примечательный. 48 мегапикселей, диафрагма 1.6, фазовый автофокус и стабилизация на уровне стадикамов. Не, слишком пафосно. У этой камеры есть трёхосевая стабилизация, что ещё ни разу не применялась в индустрии. В смартфонах, как правило, стабилизация бывает двух видов. Электронная, обычный кроп картинки, и оптическая, когда камера стабилизируется по двум осям, X и Y, вверх и вниз. У виво X50 Pro датчик изображения имеет третью ось стабилизации, Z, или же вперёд-назад. В каждую сторону по 3 градуса. И я не зря обмолвился со слишком пафосным сравнением с гимбалами, ведь здесь всё очень крохотно, и так что ожидать стабилизации как у Osmo точно не нужно. Но есть ли от этого толк вообще? Да, есть. И в первую очередь он проявляется далеко не в видео, а в фото. Благодаря стабилизированной матрице мы получаем чёткие кадры с возможностью увеличивать выдержку затвору для ещё большей резкости и яркости. Не только днём, но и вообще в любое время суток. Так что это огромный плюс. К этому всему можно включить индикатор подвеса, благодаря которому можно понять и выверить лучшее время для кадра. А для ночной съёмки с рук это просто must have. Ну да ладно, вернёмся к подвесу во время разговора о видео. Давайте ещё немного о фото. Модуль здесь уникальный. Имя ему IMX598. Используется исключительно в линейке X50. Он построен на базе 582-го с улучшенной света и шумочувствительностью. И снимки здесь замечательные. Я в очередной раз отмечу, что я обожаю фотографировать на этот смартфон из-за его гипернатуральной передачи цветов. А если ещё учесть то, что в режиме Pro можно снимать в RAW, для тех, кто увлекается мобильной фотографией, этот смартфон точно должен быть интересен. Есть здесь ещё, кстати, интересные 4 световые фильтры для ночного режима, которые могут сделать фотографии живее и уникальнее. Да и вообще многие вещи, что обычно делаются за счёт прямых рук, здесь стали гораздо автоматизирование. Ну а людям с прямыми руками развернуться здесь есть где. Но не одним гимбалом единым, ведь есть ещё несколько камер. Следующий модуль нам мало интересен, так как это сверхширик 8 Мп с диафрагмой 2.2, который является самым слабым звеном в этой связке. Динамический диапазон меньше, детализация похромает, а температура более тёплая. Короче, всё как обычно. А вот дальше снова прелесть. Целых 2 телевика. Один портретник 13 Мп и 50 мм эквивалента, а второй 8 Мп перископ с 5-кратным приближением. Я очень прошу всех производителей, всех смартфонов в мире, пожалуйста, можно вот так вот всегда. Да, со своей задачей эти телевики справляются на все 100, но сравнивать с другими телевиками я, пожалуй, пока что не буду. Ставь лайк и пиши комментарий, если хочешь сравнение лучших камер 2020 года. Неважно, поставите вы или нет, оно всё равно будет. Вот это поворот! С видео смартфон тоже не подкачал. Набор съёмки воистину флагманский, но кроме этого есть ещё автофокусировка по глазам, телу и фокусировка в движении. Не скажу, что это какие-то уникальные штуки есть только в этом смартфоне, но то, что они редкие, это факт. Ну и естественно, что под вес здесь тоже играет свою роль. Как и говорил ранее, гипер-мега-ультра-супер стабилизации не ждите, но в обычном кадре с рук на ходу картинка будет очень приятной. Ну и как в случае с под весом, здесь есть характерная для них задержка при резком повороте и с ней нужно считаться. Если оптической стабилизации мало, включаем цифровой ультра стаб и картинка по своей плавности реально может сравниться с GoPro. Все примеры фото и видео вы сможете найти по ссылке в описании и убедиться лично. Чуть не забыл сказать о фронталке. Она хороша как фото, так и видео. Ровно такая же, как была и у младшей модели. Если подвести маленькую черту о камере, то я смело могу назвать ее, если не самой лучшей на сегодняшний день, то одной из лучших уж точно. Но обязательно сделаем сравнение камер и выберем уже в отдельном видео. И после такой огромной порции хорошего илесного поговорим об откровенных минусах. Самый большой для меня звук. В смартфоне за флагманскую стоимость нас встречает всего один мультимедиа динамик, да еще и весьма посредственного качества. Громкий, но абсолютно плоский. В категорию минусов попадает и вибрация. Она не слишком надоедливая, но попросту никакая, даже при словутом 4D режиме для игр. С безопасностью все прекрасно, что неудивительно. Подэкранный сканер отпечатков пальцев быстрый и точный, разблокировка по лицу ему тоже не уступает. Естественно, что без учета вечерних ситуаций. Помните историю про два стула? Так вот, она актуальна и в вопросе батареи X50 Pro. С одной стороны, уже все уважающие себя смартфоны оснастили батареями в 5000 мАч и выше, но с другой вспоминаем начало ролика и разговор о габаритах. Так что 4315 мАч при относительно компактных размерах довольно неплохой результат. Как и время автономной работы. С первого раза тест PCMark провалился, так как встроенный интеллектуальный помощник Joey, не спрашивая меня, решил, что больше 11 часов экрана времени многовато как-то и просто к чертям вырубил приложение. Но я не сдался, зарядил смартфон за 80 минут от 0 до 100 с помощью комплектной 33-х ватной зарядки. И получил впечатляющие 14 часов работы. Если учитывать то, что тест вакуумный и не учитывает сети расход батареи на нее, то получить 7-8 часов реального экранного времени очень легко. Я считаю, что это достойный результат, который возможен и из-за процессора в частности. Что в заключении сказать об этом смартфоне? Сложно. Сложно будет всем, кто будет смотреть на стоимость и видеть не флагманские чипсы. Сложно будет и тем, кто будет возмущен прошлогодней памятью. И я прекрасно пойму тех людей, кто посчитает, что за такие деньги можно взять два Xiaomi, OnePlus или еще огромную россыпь смартфонов. Да что же говорить, даже соседний премиум флагман Oppo стоит примерно так же. Что я могу сказать об этом смартфоне? Великолепно. Шикарный дисплей, уникальная камера, привлекательный внешний вид, притягивающий к себе внимание. Ну а что вы думаете по поводу Vivo X50 Pro, обязательно пишите в комментариях, где я вас как обычно буду ждать. А с вами как всегда был Агности, который вас обнял, приподнял и до новых встреч.